Из-за чрезмерной загруженности инфекционных отделений 40-й больницы и 6-й тоже, по предписанию Роспотребнадзора, была изменена маршрутизация доставки пациентов с подозрением на коронавирус в другие медучреждения Екатеринбурга, сообщили в региональном оперативном штабе, уточнив, что для приема коронавирусных пациентов готовые отделения во второй больнице, а 24-ю отдали для пациентов с тяжелыми формами ОРВИ, пневмониями и COVID-19. В Уральской провинции Ирбитская ЦРБ, похоже, слишком резво и рьяно перепрофилировалась для приема коронавирусных пациентов. Если таковые вообще появятся и в суматохе, превентивно ковидных будней, врачи и медсестры были вынуждены сами катить по больничному двору из корпуса в корпус. Тяжеленное медицинское оборудование. Хорошо, что оно было хотя бы на колесиках. Ирбитчанки в белых халатах не унывают. Лишь упреки бросают на ведру своему главврачу. Движение началось в оперблок, переезжая. Машин никто не дал. Собственными силами женщины четыре человека перевозят полностью. Операционные столы, операционное оборудование. Вот так у нас главный врач. Думаю, это сотрудник. В целом, на горноуральщине на сегодня ситуация с ковидом-19, будь он не ладен, весьма тревожная. За выходные лабораторно подтверждены еще 59 случаев заболевания коронавирусом. В числе пораженных мировой пандемией муниципалитетов Екатеринбург и Азбест, Серов, Полевской, Арамиль, Заречный, Дегтярск, Богданович, Красноуфимск, Сусердь и даже далекая Тавда. Среди заболевших и семь жителей других регионов страны, представителей организованной группы лиц, которые приехали на Урал с документированно отрицательными результатами на ковид-19. Они были изолированы в одном из санаториев. И там, по прибытии, врачи взяли дополнительные тесты на коронавирус, уточнили в оперативном штабе. Впрочем, не детализируя, что это была за группа лиц. Хотя нетрудно догадаться, что речь идет о трех сотнях строителей из Мурманска, который находится в санатории Обуховский под Камышловым. У семерых рабочих предварительно подтвержден диагноз коронавирус, о чем написал еще накануне на своей страничке в Инстаграм губернатор. В этой связи совершенно зря прилетевшие из Гуа туристы, сходя с трапа самолетов Кольцова, возмущались негостеприимностью Родины, которая на родной земле руками заботливых дезинфекторов забрызгала их заморские штиблеты, на всякий случай, спецраствором. Вот так вот Родина встречает, распростертыми и объятиями. Впрочем, о суровой изоляции прилетевших из Индии и Арабских Эмиратов мы еще поговорим, но позже. А пока вернемся к грустной статистике последних дней. Всего за время пандемии на Горноуральщине COVID-19 подтвержден у 454 сверхглавчан, включая, разумеется, и приезжих. Состояние 17 госпитализированных с коронавирусом тяжелое. У 73 средняя тяжесть, у прочих твердый ут. За последние сутки из больниц выписаны 9 пациентов, а суммарно их 97. В России за сутки число инфицированных увеличилось более чем на 6000. Общая цифра россиян с COVID-19 – 87 тысяч с небольшим. Поправившихся 7346 душ, умерших 794. Печально, но факт, с которым не поспоришь. Но нашлись те, кому не поглянулся даже остров сокровищ. Уральский обсерватор на Рижевском тракте, в который поместили десятки вывезенных из Гоа и Эмиратов сверхглавчан. Среди них оказался и популярный кавказский блогер Хизри Зарипов. Достал билет в Россию, и то не до Москвы. Пришлось заполнить кучу заявлений, и вот наконец-то спустя полтора месяца почти я возвращаюсь в Россию. Ой, наконец-то мы вышли с самолета. Это безумие. Ну вот так вот собственно и выглядит карантин. И самое страшное, что выходить из комнаты нельзя, нас просто закрыли. Случайная попутчица Хизри по вынужденному авиарейсу из Эмирата Виктория возмущалась, хоть и в полголоса тем, что, дескать, и комната в обсерваторе ей досталась ужасная. И встречали их отнюдь не с сэндвичами, а с ОМОНом люди в белых защитных костюмах. Полотенца всякие, прокладки, шампуни, бритва, все это, короче, есть. Там всякие мешки для белья, тапочки, короче. Там на кровати подземник, трусы, носки, какая-то пижама непонятная. Углубляться в подробности якобы житейских неурядиц за казенный счет мы не будем. Тем более, что остров Сокровищ, куда накануне доставили не только путников из Дубая, но и 62 туриста из Гоа. К слову, тибетские монахи на борту того. Рейса тоже были, но все они вышли в Новосибирске. Так вот, все эти люди две недели проживут на лоне изумительной уральской природы. Правда, в этот Эдемский сад их не выпустят ни разу за все время карантина. К слову, хорошо было бы на время пандемии отправить в обсерватор строгого режима всех фейкометчиков. Накануне они запустили в соцсетях под видом благовидного предупреждения лживую весточку о том, что якобы неизвестные ходят по квартирам доверчивых людей и от имени местной власти раздают маски на примерку, подойдут ли те или же нет. Маски пропитаны химикатами с наркотическим действием, после чего грабят людей. Это откровенная информационная утка. Подобных случаев на территории Среднего Урала зафиксировано не было. Но это не значит, что подобные сведения можно проигнорировать. Заявил в комментариях руководитель пресс-службы ГУМВД Валерий Горелых, добавив, что в случае звонков или же визитов подозрительных лиц нужно сообщить об этом в полицию или на горячую линию полицейского главка. Областная прокуратура тоже открыла свою горячую линию, на которую надзорный орган просит горожан сообщать о фактах ущемления трудовых прав, о завышении цен на лекарства и продукты, а также маски. В орбите шустрый бобер, ночной порой, вероятно, тоже хотел сбегать в аптеку за маской от коронавируса, но та оказалась закрыта, и храбрый зверек отправился на соседнюю улочку советскую, вероятно, рассчитывая на то, что хоть там отыщется круглосуточная аптека. Боберчик, красавчик. Шлепает парень-то, шлепает сам собой. Ты ж мой хороший. Все, погнал по Комсомольской, сейчас на Заветскую. Бульване, парень! Коронавирус!